ой друзья всем привет а я все нашусь со своими беглипами шоколадными теперь их стало три в общем три с разных посылок один получила потом второй потом третий совесть на канале все получение это беглип красивый пришел цветущий мария мар спустя две недели он начал хандриц есть видео что я его тут зачищала он листья листики здесь желтил из параллельно перекисью и сказала что закажу мужу с работы будет ехать максим вы представляете максима нигде не было сейчас получила только вал берез вообще не было максима вот пришлось ждать три дня то есть вот после обработки зачистки вот этой вот ситуации прошло три дня я провела перекисью и один раз промазала здесь медным купоросом вот хочу сейчас обработать вы видите да вот что творится здесь это вот надо все-таки смотреть видео корни подхлопнулись но я радовалась да две недели он стоял и был целенький я уже думаю ну наконец-то у меня с ним получится нет через две недели он пожелтел листья и ну тут просто плохо видно тут он схлопывает корнем другой беглип значит это другой посылки это шоколадный беглип такой он только желтого цвета красивый продавец высла сказала что он он схлопывает корни но пришел он без корней здесь я обрабатывала вместе с вами это максим разводила с бен латы вместе по корням пришел можно сказать без корневую систему и здесь тоже вот желтел листик я мазала здесь максимом и вот в этом видео где вот его разбирала здесь вот тоже сняла желтеющий лист сказал это место пустое замажу тоже максимум максим вот я говорю только сейчас получила вот смотрите какая ситуация то дальше идет вон листик видите желтит полоска от цветоноса я этот лист буду снимать я не знаю что под ним но я лучше сниму перестрахуюсь конечно он уже вот сморщился в это тоже видите вот видите внутри он уже чернота ничего хорошего на самом деле мы это уберем и помажем максимум вот стоит без корней так и значит последний сейчас обратно поставлю он так хорошо зафиксировал я здесь единственное брызгаю на уже не так стоит на корешочек который единственный есть вкусняшками и третий беглип который получен был совершенно вот буквально недавно на днях один раз вот я его полила он еще влажный и вот он тоже во время прихода уже было видно что аналогичная ситуация это принципе тот же беглип сейчас режу цветоносы тоже скорее всего мария мартука только-только с мутацией цвета знаете этот вот беглип который белый красивый как фарфоровый у него 20 тонуса на одном были разводы на втором тыс посмотреть вот так не скажешь да что это вот такой беглип только вот здесь вот что-то выдает тоже мы обрезаю я их вот и у нее даже розетки похожи ой-ой-ой стоять так сейчас мы перецепим просто мне кажется просто вариант такой цветение а вот и розетками он похож и проблемами похож когда получила я частично выбрала торфстакан и убирала корешочки а значит были схлопнутые корни от шеи тоже можно вот они есть вот они есть и кажется вроде в горшке есть корешочки отчасти тут схлопнутые есть и нормальные но если брать то это вот скорее всего вот здесь уже схлопнутый а туда еще вот идет вот такой вот зелененький вот видите вот здесь вот они пропавшие оттуда еще идут зелененькие вот это вот увидим что тут что-то и зеленое от шеи тут уже беда бедовая ну в общем кто смотрит видео тут видел распаковку и как я эти корешочки тут перебирала и что мы видим тут тоже он видите желтит листик что-то ему тут не нравится уже вот этот нижний пожелтел ну вроде тут мелкие ничего страшного да ну ну это коварный в общем вот у меня теперь три беглипа которые делают мне мозги это уже плохой корень и в принципе тут все вот если дернуть снизу они все тут почти все плохие видимость еще каких то есть может им что-то еще и присутствует живой нот в общем не сильно все тут хорошо ну накорнилась ну в общем как-то так вернем держатель для фиксации цветоноса чтобы он мне не ерзал в общем всю картину полную поймет только тот кто видел все яйца видео про моих шоколадов получения и вот имеем то что имеем так в общем то видите что происходит идет дальнейшее какой-то вот что не потянуто пропадание а жалко я же не могу видите остановиться я не могу понимаю что они у меня дохнут мария марута и тебе глипы но но это уже все это крайний крайняя попытка сейчас буду разводить максим с бен латы да 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 и мы пройдемся по стволиком а потом но здесь он даже еще не просох после первого это первый полив у меня только был после получения я его тоже фунгицидом полила поэтому этот мы не поливаем пока а этот польем этот польем и этот польем несмотря даже на то что тут нет корней там есть тяжи и дергать так как и не хочу дергать орхидеи с горшка я так мешает тут куда делся весь максим я чуть не поняла у нас всегда был магазин а тут сейчас вообще целая проблема его купить я аж не ожидала ну чуть тоже не очень удобно все равно испачкаешься так где моя кисточка я точно ее приносила так добавим несколько капельчик прям пару капелечка водички ой чего не видно да не надо еще добавить все болею никак не пройдет у меня и вот эти вот два листа осталось можно сказать потому что этот уже тоже желтите как быстро все я историю рассказывала что это у меня уже не первая покупка этого сорта и девочки всех ну с кем я разговариваю мне в комментариях тоже писали редко у кого вот он остался жить что азия капризная что голландия сейчас он уже пожелтел я его сниму вот вредничает жалко конечно сам по себе красивый его когда в реале видишь он вес есть еще солнышко вниз такой искрящийся обалденный она смотрите еще тут не видела он уже этот листик вон он он уже внизу вот тут вот теперь точно два осталось листа но это все последние мои попытки с ним я не знаю что нужно что можно было сделать не так пришел он по корням более-менее правда то есть тут вообще слегка там некоторые корешочки так это у всех такое бывает ну прям вот чуть-чуть как подсхлопнул я его провела сразу фунгицидом потому что знаю какой он вредненький товарищ и поставила на карантин поставила место хорошее под лампу под светку все и больше ничего если не делала два раза полив у меня было с фунгицидом и все в очередной раз я подхожу к нему а он желтит листья от шеи в общем этом средстве видео так вот такие вот товарищи неблагодарные ну что тут вот тут вот я тоже вот этот листик сейчас сниму ну это говорю какая-то особенность сорта этот лучше я сейчас сниму что там смотрю что там у нас чернеет что-то тут видите закукленный корень потому что да я лучше сейчас все это сделаю тут вот это место видите соприкосновение листьев светоносов корней это же всего микро крещины получается в листьях шеи через которые легко патоген может заходить и вот эти вот корни здесь вот я срезала эти допла здесь тоже мажу эти вот корни это светлый это еще нормальный корень а вот бывает вот черный вот по нему лезет туда инфекция вот так пока ну и ты с тоже проект промажем какие они красивые но какие капризные все вот есть сейчас с ними не получается я конечно не буду больше собрать поделитесь у вас такой сорт был выжил ли что интересно сколько человек то я у единицы видела так теперь мне надо зафигак что не стоял так хорошо стоял как монолит нормально вот сюда я пшикаю вкусняшку так что теперь теперь мы поливаем двух вот этих вот я прям возьму это же растворил водички водичкой и этим полью и вот как быстро все-таки проходит вот эти вот процесса девчат как быстро прям да вот этой же водичкой мне тут и он ее не так много и нужно даже пол литра не нужно поэтому такой концентрации мне хватит вот безотходное производство этот идет у меня на полив и вот этот несмотря на то что здесь вот все схлопнут и и оставляю оставляю открытыми шейки ну вот пока так пока борюсь с ветряными мельницами кому будет еще интересная судьба моих шоколадиков оставайтесь со мной и обязательно посмотрите получение этих красавиц всех трех это три посылки было ну и вот тот момент когда через две недели начала желтеть шейка присоединяйтесь ко мне на дзем там видео выходит раньше если вы до сих пор смотрите в ютубе ютуб у меня уже раздражает я стараюсь там конечно выкладывать видео но уже мне это сложновато делать ну и тем более поддержки в ютубе очень стало мало комментариев практически не пишите но и ответить я там уже редкий случай могу потому что у меня все висит я стараюсь конечно ну лучше заходите на дзем или добавляйтесь к нам в группу ватсап вообще можно пообщаться на любые темы девчонки у нас там самые лучшие ссылки все как всегда под видео в описании еще есть у нас группа в телеграме где тоже есть болталка купи-продай темка и можно приобрести кору химию мух все для вас девчонки приходить до новых встреч все для вас